Практически каждый турист, побывавший в Израиле, в городе Хайфа, не мог оторвать взгляд от увиденного, восхищаясь красотой восьмого чуда света, занесенной в Книгу рекордов Гиннеса, висячими садами и храмом, именуемым одним словом – Бахаи. Бахаи – это монотеистическая религия в единого Бога, самая молодая, насчитывающая около двухсот лет и более шести миллионов последователей в разных странах света. Религия Бахаи сильна тем, что пытается объединить всех людей, независимо от их национальности, цвета кожи, вероисповедания и социального статуса. В 1844 году в Иране, в городе Шират, молодой купец Саид Али Мухаммад возвестил о скором приходе спасителя мира. Он взял на себя миссию рассказать о пророке и просвещать людей. В народе ему дали имя Баба, что в переводе с фарси означает «врата». Авторитет его возрос настолько сильно, что напугал мусульманское духовенство, и вскоре он был расстрелян. А его последователи бежали кто в Турцию, а кто в Туркменистан. Но у Баба был последователь Мирза Хусейн Али, известен под именем Бахаула, что в переводе означает «слава Божья». Он и стал самым ярким последователем Баба. После казни последнего он потерял все свое имущество, неоднократно арестовывался, подвергался пыткам, находился во многих тюрьмах. И в период владычества на Ближнем Востоке Османской империи был выслан город Ака, где и умер, и похоронен в мавзолее Бахаи. Именно усилиями этих пророков, лица которых не принято изображать, и сформировалась религия Бахаи. Главным центром этой религии является комплекс, называемый «Сады Бахаи» в Хайфе, в Израиле. А в центре комплекса возвышается белоснежный храм под золотым куполом. Это и есть усыпальница пророка Баба. Архитектором этого великолепного сооружения является Уильям Сазерлен Масквелл. А в этом доме с античными колоннами располагаются руководители веры Бахаи. Это так называемый «Дом справедливости» по образу афинского Парфенона, с мраморными колоннами, число которых 58, и висячими садами. Архитектор Хусейн Аманат. Как это не покажется удивительным, но Российская империя стала первой страной, где в 1908 году в городе Ашхабаде по проекту российского архитектора Волкова был построен первый дом или храм поклонения Бахаи. Храм представлял правильный девятиугольник. В центральное помещение, увенчанное куполом, ввели девять входов, символизирующих девять путей к единому Богу. Храму присущ восточный колорит. Минареты по краям фасада обращены к священному городу Ака, а украшения в персидском стиле. В 1948 году землетрясение повредило храм, а в 1965 году советская власть его снесла. Другой известный храм находится в пригороде Чикаго. Автор его – архитектор Луи Буржуа. Он создал этот белокаменный, ажурный храм, как праздник света, исходящий от Бога и проходящий через религию Бахаи. В его ажурных орнаментах изображены знаки всех мировых религий, словно символ объединения. А вот храм Бахаи в Хофхайле, Германия, между Франкфуртом и Висбадом. Высота 28 метров. На зеленом лугу выглядит легким и воздушным, а особенно эффектно выглядит ночью. Сидней, Австралия. В храме воплощено отношение веры бахаистов к окружающему их обществу, прежде всего открытость. Свет, много света. В этом храме символически передается идея единства. А здесь один за другим храмы. Храм в Кампале, Уганда. За ним идет храм Алиа Самоа. И храм в Панаме. Горный ландшафт подчеркивает красоту этого храма. Здание включает в себя композицию из девяти прозрачных лепестков, вздымающихся прямо с земли и создающих впечатление свободного плавания над огромной отражающей кувшинковой заводью. Свет повсюду. Главное – свет. Свои храмы бахаи называют «место восхода хвалы Божьей». Самый известный из них храм, кроме храма в Хайфе, это храм лотоса в Индии. Построен он недавно, в 1986 году. Храм лотоса выглядит, как огромный и красивый цветок лотоса, состоящий из двадцати семи больших лепестков, ибо двадцать семь – это символ мировой души, символ Вселенной. Вокруг девять искусственных мини-бассейнов. Центральный зал диаметром 75 метров, высота купола – тридцать один метр, а вместимость его – тысячу триста мест. Общепринятыми символами веры бахаи является девятиконечная звезда и каллиграфическое написание величайшего имени на арабском «Я-Баха-Уль-Абха» в переводе «О слава Всеславного». Особенно красив этот храм при подсвечивании ночью разными цветами света. Полюбуемся и просто помолчим. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok